Всем привет! Я Артём Булкачёв и ищу кликер. Вот он. Видите, какой магнетизм. Люди смеяться начинают, я ещё не сказал даже ничего. Всем привет! Ещё раз очень приятно видеть такое большое количество людей и мне очень приятно сегодня выступать с этой сцены вместе с такой крутой командой, которая была до меня ещё, с более крутой, которую после я сюда выйду. Собственно, расскажу про две инициативы, которые мы запустили и запускаем. Начну с Better Tokens. Если, наверное, посмотреть на название, можно понять, что это что-то про токены и они должны быть лучше как-то, лучше, чем что. Должны ли они дать возможность уехать, в конце концов, на жёлтой ламбе, которая была в предыдущем спиче, в закат или что они вообще должны из себя представлять. Если серьёзно, Better Tokens – это некоммерческая ассоциация, основанная в январе этого года, зарегистрированная в Швейцарии. И я, безусловно, не её руководитель, так как она ассоциация, у неё нет руководителей, всё такое коллегиальное, децентрализованное, прямо как в блокчейне. Собственно, задача этой ассоциации заключается в том, чтобы создавать стандарты, которые позволят выпускаемым токенам быть более дружелюбными к инвесторам. Инвесторы должны, ориентироваясь на стандарты, которые разрабатывает эта ассоциация, получать более высокий уровень доверия к тому, что же, собственно, происходит. Ассоциация создана в январе. За этот год мы проделали достаточно большую работу. Собственно, задача была в том, чтобы собрать существенное количество участников, специалистов из разных отраслей. Прежде всего, это, конечно же, различного рода аудиторы, финансисты, юристы. Это первое. Не очень просто всех их найти. Из разных юридикций они. У нас есть представители из США, из Японии, из Кореи, из Швейцарии, из России, безусловно. Ну, ещё из ряда стран. Дальше самое сложное было, как вы можете догадаться, согласовать с ними со всеми стандарты. Потому что, когда много светлых голов в одной аудитории собирается, обычно, знаете как, два юриста-тремнения, ну, вот тут примерно так же. Полгода мы готовили и согласовывали с коллегами стандарт. Они получились классными, очень такими интересными, красивыми. На сайте bettertokens.org можете их найти и посмотреть. Ну, и, собственно, разработать алгоритм, благодаря которому можно будет те или иные проекты оценивать. Зачем вообще всё это нужно, спросите вы? Не секрет, что на децентрализованных биржах есть проблема, связанная с тем, что большое количество ресетов, большое количество токенов являются совсем не bettertokens. То есть, они такие токены, которых, может быть, лучше бы и не было нигде, потому что они засоряют пространство, что ничего из себя не представляют, зачастую являются мошенническими проектами. Как решить эту проблему на децентрализованную биржу? Только установив какой-то децентрализованный же KYC, я в кавычках это говорю, для тех, кто выпускает такие токены. И, собственно, вот эту задачу и преследует bettertokens. Ассоциация заработала. Мы три дня назад анонсировали заключение соглашения между Waves и ассоциацией, в рамках которого ассоциация будет осуществлять ассайсмент токенов, оценку этих токенов и присвоение им статуса. Qualified token issuer. Аббревиатуру не очень получается, но ничего лучше мы пока не придумаем. Собственно, как выглядит процесс? Необходимо посмотреть стандарты, понять, что они из себя представляют, подать заявку, приложить документы. Прежде всего, это документы, из которых должно следовать, что эмитент токена действительно заботится об инвесторах. Он раскрывает информацию для них, он обеспечивает должный уровень юридической защиты для них. И, безусловно, у проекта как такового есть какая-то экономическая сущность. Не просто мы сказали, мы выпустили токен на картошку, давайте нам денег, и мы обязательно дадим вам return 3x или сколько там обычно обещают. Собственно, после этого, с помощью крутой штуки, которую уже анонсировал Яс Магин до этого, даты транзакции, если статус присваивается на основе консенсуса участников, которые есть в этой ассоциации, информация заносится в блокчейн, и на данный момент мы проквалифицировали уже 4 токена. Это, безусловно, токен Waves. Куда же без него? 3 токена из комьюнити и 1 токен под названием Primal Base. Это довольно классный проект, токен, который предоставляет доступ в большое количество суперкрутых офисов, каворкингов. Сегодня утром мы получили еще одну заявку. Правда, почему-то отправитель послал не ту сумму, которая нужна была, а в сто раз меньше, но, наверное, решил нас потестить. Собственно, много вопросов в комьюнити в последнее время. А почему вы вводите плату за это? Там стоит сумма в 1000 Waves за рассмотрение заявки. Для нас это, безусловно, не способ заработка вообще. 1000 Waves мы ставили 3 недели назад. Если вспомните, Waves тогда стоил чуть-чуть подешевле, чем он стоит сейчас. И тогда это были примерно те деньги, которые нужны для покрытия расходов, которые несут члены ассоциации на проведение проверок. Отвечаю всем тем, у кого есть этот вопрос. Эту цену мы будем, вероятно, все пересматривать и привязывать, возможно, к какой-то другой валюте, потому что не все пока готовы переходить в цифровую экономику полностью. Ну, собственно, резюмируя, зачем это проектам? Статус дает возможность, во-первых, получить классный значок Qualified в блокчейне. Вы можете уже зайти в клиенты, посмотреть, у ряда токенов такие значки стоят. Тикер, лого, статус. Собственно, мы даем шестимесячный период для всех тех токенов, которые есть сейчас в DEXE. Они в течение шести месяцев. Мы ожидаем, что все они... Конечно же не все, но мы ожидаем, что все, я так говорю, с ассами. Все они пройдут проверку и получат Qualified статус. В общем, вперед за лучшими токенами, успеху и, наверное, мы не отойдем. Я ждал аплодисментов, потому что такое было классное. Вот вам оценка. Наш человек. Да, ваш человек. Спасибо. Я буду рад подискутировать с вами на этом. Да я не буду дискутировать. Все понятно. Тогда я уйду. У меня есть пропуск, и вы меня не довольте. Ну, я не собираюсь ничего применять так же. Отлегло. Слушайте. Окей. Это не окей. Итак. Идем дальше. Критика – это всегда круто. Это не критика. Только рады ее приветствовать. Отчаянь. Ассоциации. Члены вашей ассоциации изложены. Они изложены на сайте. Изложены на сайте. Я думаю, что вопросы мы отнесем наконец, господа. У нас мало времени. Я включил себе таймер. И по таймеру у нас довольно мало времени. Биографии всех членов ассоциации, их регалии и прочее изложены на сайте. Заходите, критикуйте и так далее. Окей. Про токеномику. Собственно, токеномика – это платформа, позволяющая выпускать, торговать security токенами за фиат и криптовалюту. Если очень коротко об этом сказать. Security токены – это довольно популярная, я бы даже сказал, хайповая тема последние полгода. Но как только ты приближаешься к тому, чтобы принять решение, давай-ка я выпущу security токены, ты всегда сталкиваешь с тем, что нет инфраструктуры. Нет инфраструктуры для выпуска, нет инфраструктуры для торговли. А еще это довольно сложно, потому что если говорить про security токены, там первая часть очень важна – это security. То есть всегда это регулируемая какая-то сущность, выпуск которой сопережен с большим количеством регуляторных сложностей. Собственно, задача токеномики – создать удобный инструмент для того, чтобы выпуск, торговля и обращение таких security токенов была доступна. Мы используем достаточно активно различные технологические инновации, которые сегодня, опять же, коллеги представляли, и Smart Asset, и Smart Account, и все уже пытаемся имплементировать для соблюдения регуляторных требований. Собственно, токеномика состоит из трех основных компонентов. Это VFA Exchange, VFA переводится как Virtual Financial Asset. В России это называют цифровые финансовые активы. Собственно, на этой VFA Exchange происходит обращение криптовалют и различных токенов, не являющихся ценными бумагами. Второй компонент – это Security Token Mission Platform. Та сущность, которая помогает преодолеть вот эту сложную часть пути, когда нам нужно определиться с тем, какой инструмент для токенизации выбрать, и, собственно, эту токенизацию провести. Там есть две проблемы. Есть проблема юридическая, есть проблема технологическая. Собственно, эта платформа, или часть решения помогает этот план пройти, этот шаг пройти и, собственно, испытывать чуть меньше боли, чем обычно. И, собственно, Security Token Trading Platform – это торговая площадка, дилер-брокер, лицензированный, находящийся в европейской юрисдикции и имеющий возможность работать с квалифицированными и не квалифицированными европейскими инвесторами. Очень сложно, наверное, звучит, потому что я смотрю на ваши лица и понимаю, что надо дальше быстрее двигаться. Значит, наш roadmap. Я, Гор, сегодня предсообщить вам, что уже завтра мы выпускаем MVP Security Tiction Platform – sto.tokenomica.com. Собственно, там это все будет. Можете зайти и почувствовать себя эмитентом ценной бумаги, пройти опросник. Он большой, но успехов вам в этом. Я сам пару раз хотел сказать, чтобы прошел, но пытался это сделать. На самом деле, тема достаточно интересная. Уверен, что там будет много новостей в ближайшее время. Собственно, первый портал должен быть тоже достаточно результативным для нас. Мы хотим запустить торговлю Wi-Fi Exchange. Wi-Fi Exchange у нас находится на Мальте. Мы одна из многих компаний, которая попала в регуляторный ГЭП. Там есть на Мальте годовой ГЭП, в чене которого можно работать под надзором регулятора, но без получения лицензии. Ну и, собственно, дальше не буду все перечислять. Третий квартал. Летом платформа заработана в полном объеме. И каждый из вас сможет стать счастливым обладателем Security Token. На этом я заканчиваю. Спасибо за то, что вызываете. Музыка играет. Я с большой радостью передаю его микрофон основателю генерального директора платформы Waze Александру Иванову. Спасибо. Спасибо.